Добрый вечер, это программа Город С, я Елена Чернявская. На сегодняшний день в России более 50% населения имеют высшее образование, а значит День студента или Татьянин день поистине всенародный праздник. Пожалуй, один из самых любимых и почитаемых. В этот период окончательно формируется личность и определяется судьба человека. И именно в это время человек находит верных друзей, мудрых наставников, приобретает те знания и навыки, которые в дальнейшем помогают ему найти достойное место в жизни. Сегодня в высших образовательных учреждениях России обучается более 5 миллионов студентов, для которых Татьянин день, это завершение зимней сессии. И сегодня в студию я пригласила ректора СамГМО, академика РАН, председателя Совета ректоров УЗА в Самарской области, почетного гражданина Самарской области Генназия Петровича Котельника. Здравствуйте, уважаемый Генназий Петрович. Доброе утро. Ну что же, уважаемые телезрители, родители, абитуриенты, студенты, у вас есть уникальная возможность. Мы работаем в прямом эфире и ждем с нетерпением ваших звонков. 202-11-22, телефон на прямом эфире. Вы можете задать сейчас вопросы ректору. Звоните, задавайте свои вопросы. Генназий Петрович, ну, день студента, с праздником. Как прошел он в университете, какими событиями ознаменовался для ваших студентов, педагогов, лично, может быть, для вас. У нас есть кадры, предлагаю их посмотреть, ну, а жду ответ на вопрос. Как прошло сегодняшнее мероприятие? Значит, я хочу сказать, что праздник этот для студентов очень хороший. Это, скажем, профессиональный праздник. Но студент не может быть студентом сегодняшнего только дня. Студент, если он был студентом, это понятие такое вечное, оно всегда с этим человеком остается. Поэтому мы сегодня от души поздравили это деканы, преподаватели, наших студентов в одной из аудиторий. И должен сказать, что это прошло очень торжественно, прошло очень празднично. И было сотни-две людей, мы их поприветствовали, сказали добрые, теплые слова, наградили. Потом был накрыт там фуршетный стол для всех студентов. Они попили чаю, попили всего, что положено, перекусили. Но настроение у всех было замечательное. По нескольким причинам, что наш университет подошел к этому празднику так, скажем, успешно. Мы вот в рейтинге международном, это Европейская научно-промышленная палата подвела итоги. Мы заняли 46-е место среди всех вузов страны. Это очень для медицинского вуза очень высокое место, в первой полусотне всех вузов Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, мы закончили хорошо, скажем, вообще год по всем показателям, по науке, по лечебной работе, по педагогической работе. Все показатели у нас хорошие, даже выше таких стандартов показателей гораздо. Хочу сказать, что один из показателей, очень серьезных, это, конечно, востребованность наших выпускников. Она очень такая у нас хорошая. То есть практически все наши выпускники трудоустраиваются. У нас много целевых студентов. Это Ульяновская область, Пензенская область, и, конечно, в первую очередь, наш Самарский область. Ну, а так мы вуз российского федерального значения, поэтому наши выпускники работают во всех уголках нашей страны, и за рубежом, и в Германии, в Израиле, и в Турции, понимаете, везде, и во Франции. Поэтому наши выпускники востребованы. Это самый большой показатель. Ну, и среди наших выпускников три министра здравоохранения Советского Союза. Академик Денис В.Игорь Николаевич сейчас жив-здоров. Он в Москве живет и работает. Наш выпускник Юрий Владимирович Белов, директор института хирургии имени Петровского. Академик Стрижаков Александр Николаевич, тоже наш выпускник, почетный профессор и тот и другой. Он заведующий кафедрой в Первом московском медицинском университете. Поэтому мы можем гордиться этими именами. И востребованность – это вот главный итог работы и преподавателей, и студентов. И сейчас отставится во главу угла. Не могу с вами не согласиться, но хотелось бы более подробно, Геннадий Петрович, остановиться на итогах минувшего учебного и 2016 календарного года. Вот Самарский государственный медицинский университет успешно прошел оценку качества. И, как вы сказали, вы это имели в виду, да, в Аэрис-2016. Расскажите, пожалуйста, об этом. И все-таки какое это имеет значение для вуза в целом, ну и, конечно, для студентов? Что это им дает? Проходной билет в будущее? Я вам скажу так, что первое, конечно, без всякого сомнения, показатель качества выпускника – это главное, понимаете? Можно говорить обо всем. Много общежитий, много учебных площадей, много оборудований, много преподавателей, а качество выпускника невысокое. Это, ну, понимаете, и несоответствие, и дисгармония какая-то. Самый главный показатель все-таки – это востребованность выпускника любого вуза, в том числе и, в первую очередь, медицинского вуза, потому что здоровье, образование – это те вещи, с которыми сталкивается любой гражданин Российской Федерации. И это очень значимо для страны в целом – здоровый человек, как он придет в будущее. Поэтому качественный показатель – это самый главный показатель. И востребованность выпускника – то же самое. Для этого мы за очень короткий промежуток времени решили очень много вопросов. Вот мы два года назад, с половиной, два года уже, с половиной назад, мы создали кластер медицинских и фармтехнологий. В этом кластере, в нашем областном, во главе этого кластера – медицинский университет. В этом кластере сейчас 62 организации, самые разнообразные организации. Это учебные заведения, это производство, это заводы, это фабрики, это научно-исследовательские институты, это частная и государственная организация, 55. Мы формируем этот кластер, чтобы, допустим, с автомобильным кластером сказать, что направление вот такое, особенно фармпроизводителей, и медицинское оборудование, диагностическое, лечебное – это наше дело, это наш кластер, и мы сейчас этим очень серьезно занимаемся. В УЗИ мы создали Центр прорывных исследований. Это суперсовременные подразделения в УЗИ, которые оборудованы, оснащены самым современным оборудованием. И ту продукцию, которую мы выдаем, допустим, обучающий 3D-виртуальный хирург, это оборудование уникальное. Оно выше даже по уровню, чем зарубежное, а стоит в 2,5-3 раза дешевле. Анатомический атлас пирогов сделан такой в электронном виде. Роскошные просто вещи. Многие другие вещи для хирургов сделаны, которые позволяют работать, допустим, в челюстно-лицевой хирургии, в 3D-виртуальных измерениях и так дальше. И совсем недавно мы сделали первый среди всех медицинских вузов страны, мы сделали технопарк. Он научно-медицинский технопарк, тоже с супероборудованием. Там полторы тысячи квадратных мест, метров площади. Хорошо очень оборудованы IT-технологии. Мы здесь заняли тоже такое ведущее, лидирующее место даже в масштабе нашей страны. Мы выиграли грант Министерства образования, не Министерства образования науки или Минздрава. Мы выиграли грант Министерства промышленности и торговли Российской Федерации объемом почти 400 миллионов рублей. И все эти деньги, они сейчас внедрены, они работают, они работают во благо науки, во благо качества подготовки студентов и, конечно, во благо нашего Самарского региона, без всякого сомнения. И совсем недавно нашему университету, значит, наш Минздрав принял, мы же ведомственные вузы медицинские, их у нас сейчас 47 плюс 5 послодипломных вузов, получается 52 вуза. Их разделили на кластеры по стране. И во главе у нас Нижневолжский кластер, это 5 вузов, а сейчас вошли еще 4 вуза в это. Мы во главе вот этого кластера Нижневолжского. Это Уфа, это Оренбург, это Саратов, Пенза, Ульяновск. Вот эти вот вузы все вошли в Даш-кластер. Мы во главе этого кластера. Это тоже, скажем, надо делать новые шаги и в образовательном направлении, и в научном направлении, и в лечебных делах, которые мы занимаемся, учить, лечить и заниматься наукой. Вот наш девиз. Геннадий Петрович, а в продолжении темы, и как раз по вашему ответу, у нас есть сюжет с симуляционного центра. Я предлагаю прерваться и воочию посмотреть на него. Внимание на экран. Одно из важнейших подразделений Самарского государственного медицинского университета – учебно-производственный центр симуляционного обучения. Он был открыт в 2004 году, тогда же и принял первых учащихся. Инициатором создания центра выступил ректор университета, академик РАН Геннадий Петрович Котельников. Восстребованность центра симуляционного обучения диктуется необходимостью оказания непрерывной помощи, неотложной помощи в течение всех 24 часов в системе практического здравоохранения. С самого начала работы центра были выделены три приоритетных направления обучения слушателей – акушерство и гинекология, неонатология, а именно реанимация новорожденных и реанимация взрослых пациентов. Работа здесь ведется в виртуальной имитированной ситуации на тренажерах, симуляторах и роботах. Максимальная реалистичность при отсутствии риска для пациентов. Профессия врача – одна из самых сложных профессий, и, конечно же, нужен большой навык, чтобы сделать как можно лучше пациенту. Центр симуляционного обучения работает на до- и последипломном уровне, а значит, обучаться здесь могут не только студенты, интерны, ординаторы и аспиранты, но и врачи различных специальностей – средний медицинский персонал. Обучение ведется на бюджетной и в небюджетной основе. По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. Это прямой эфир программы «Город ТЭС». Беседую сегодня с Геннадием Петровичем Котельником. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста. Задавайте свои вопросы, уважаемые телезрители, моему сегодняшнему гостю. Геннадий Петрович, в продолжении сюжета, все-таки о каких современных тенденциях в развитии медицинского образования можно говорить сегодня? Мы посмотрели сейчас сюжет симуляционного центра. Ваш комментарий, пожалуйста. Значит, ну понимаете, вот сейчас, в 2002 году мы подписали Болонское соглашение. И мы как бы перешли к ситуации, которая характеризует подготовку врача вот не только как клинициста будущего, но и как человека или специалиста, которому мы должны готовиться к применению новых современных технологий. И вы понимаете, что вот подойти сразу к пациенту, взять шприц и сделать укол просто так вот без подготовки, это очень сложно. Поэтому существует очень много специальных манекенов, оборудования специального, где студент и обучается вот этим приемам. Вот вы видели сейчас там, допустим, искусственное дыхание, там тоже внутривенный наркоз, тот же разрез, тоже ушивание раны, и еще десятки, патологии сердца. Там все это слышат, там тахикардия, брадикардия, аритмия, там и так дальше. Все это включено в учебный процесс. И мы сделали сейчас центр практических навыков, мы его сделали еще в 2002 году, то есть вот ему уже 15 лет. Он прекрасно оснащен, особенно у стоматологов. Это один из лучших центров у нас в стране вообще. Там есть стоматолог сейчас, ну как вы можете подойти к пациенту и вот манипулировать у него во рту без подготовки такой, понимаете, непосредственно, как работать там с дрелью, там во рту, там, ну, особые требования. Поэтому эти центры просто необходимы на сегодняшний день, и они включены вот это вот в комплекс подготовки специалистов, которые хорошо должны знать и хорошо уметь на выпуске, понимаете. Вот это вот включает в себя и теоретическую подготовку, работу в центрах практических навыков или в симуляционных центрах, как вот вы сейчас видели, и, конечно, с больными. Конечно, практические навыки с больными, это само собой разумеется. И это вот дает возможность подготовить высококвалифицированного и подготовленного врача. Но это требует очень много площадей, это требует много денег. Но деваться некуда, такая необходимость, она сейчас есть, она появилась. Ну, чтобы удерживать лидирующие позиции, конечно. Конечно, без всякого сомнения. Вот вы мне хотели, вы мне говорили как раз по приему экзамена. Да, Геннадий Петрович, 2017 год, ну не за горами уже прием, университетная компания в ВУЗе, скоро она стартует. Ну, расскажите, пожалуйста, какие места, больше платных, больше бюджетных мест в этом году будут предусмотрены? Я вам скажу совершенно ответственно, что вот всякие такие, какая-то информация, совсем, я бы ее назвал, не совсем объективная такая, полулевая какая-то, что уменьшается количество бюджетных мест, совершенно неправильно, совершенно неправильно. Увеличивается, наоборот. Да, мы увеличиваются. Мы сейчас, вот в этом году мы приняли, например, почти 700 человек на бюджетной основе, на следующий год это будет почти 800 человек на бюджетной основе. Но мы принимаемые на платной основе, то есть не бюджетные. Мы приняли в этом году примерно 467 человек, в следующем году примерно так же ориентируемся. То есть мы сейчас на первый курс набираем примерно 1150-1200 студентов. Кстати, я должен сказать, что в советский период в наш университет или тогда институт принимали на первый курс максимум 900 студентов. То есть мы их принимаем больше и выпускаем больше, а врачей не хватает. Ведь сейчас беда, не хватает врачей на скорой помощи, не хватает врачей на участках. И что самое страшное в сельской местности, при том их стало не хватать в Тольятти, в Сызрани, в тяжелое положение, в Жигулевске. И мы перешли на целевой прием. То есть мы договор заключаем с Минздравом в Самарской области, потом трехсторонний договор с этим абитуриентом, это ВУЗ, сам абитуриент и Минздрав. Мы его принимаем на льготных условиях, ему легче поступить, легче, так как он из села, но он должен вернуться после окончания опять в село. Мы такие договоры заключаем в Самарской области, с Пензенской областью, с Ульяновской областью, с другими регионами. Всего мы по целевым договорам сейчас принимаем не менее 50% студентов, и они возвращаются в те же места, и эти цифры мы удерживаем. Я хочу сказать, что в этом году у нас конкурс на многие факультеты, я вам назову только педиатрический факультет, фарфакультет, стоматфакультет, было 15-17 человек на место. Понимаете, это очень большие конкурсы. Цифры возрастают с каждым годом? Цифры возрастают, да, цифры возрастают. Хотя количество выпускников в школах сейчас уменьшается. Вот я называл как-то цифру, 10 лет назад у нас было 32 тысячи выпускников, а сейчас их остается 12-13 тысяч лишь выпускников. Все равно вас требуется. Но у нас все равно люди, те, кто выбирает медицину, врачебную специальность, это особые люди. Они как бы вот сохранились, такие люди есть, это люди особые. Я хочу сказать, что я не в обиду ни коим студентам, но я люблю своих студентов, я имею в виду медицинских. Они все-таки совсем другие люди. Это другие... Они потом трудоустраиваются по профессии, 100%. 100% они трудоустраиваются. Другой вопрос, что есть, как и везде, проблемы в стране. Люди уходят, особенно мужчина, ищут более высокую зарплату. Я могу сказать только одно. Нельзя хотеть все и сразу. Если этот человек замотивированно решил стать хорошим хирургом, он им будет, и он будет получать очень хорошо. Значит, зарплата у вас, у специалистов высокой квалификации достаточно высока. Но нельзя же ставить, ты закончил университет, и тебе стали платить 50 тысяч. Ну, так просто нельзя. Ты же должен подготовиться, должен профессионально вырастить, чтобы к тебе шел пациент. Если пациент к тебе не идет, значит, и платить тебе неоткуда. Вот проблемы такие есть. Это я не имею в виду наш университет, но есть в стране в целом. Вообще в стране в целом. Вообще в целом. К нам в этом году поступил, представляете, на каждый второй студент на бюджетной основе, которая учится, это медалист. Медалисты-стобальники, Игназий Петрович. Да, и стобальники. Да, стобальник у нас. Их поменьше, чем медалисты, но они в том числе. Это каждый второй студент на бюджетной. На внебюджетной основе там поменьше, но тоже придут. Каждый третий студент – медалист. То есть это люди подготовлены очень хорошо, и они имеют возможность, и им Бог дал такую возможность, получить. Без всякого сомнения, без всякого сомнения. Но мы до вузовской подготовки, у нас есть декан по до вузовской подготовке, мы работаем со многими школами и среднепрофессиональными образовательными учреждениями города Самары, города Пензы, города Ульяновска, медицинские классы. Мы, принимая на первый курс, мотивированы людей, избравших будущую профессию, как врача. Они ее любят, они ее ценят. Очень много сейчас династий стало. Мы об этом смело говорим, потому что врачебная династия, ну что тут скажешь? Особенно в трех поколениях, когда это замечательно, это здорово. Эта атмосфера, которая в семье была, она как бы автоматически передается ребенку, внуку, сыну, дочери и так дальше. Поэтому мы очень довольны набору на первый курс. Геннадий Петрович, какие факультеты и специальности являются лидерами? И какие заполнены, мы сказали, да, больше платных мест бюджетных. Какие наиболее востребованные специальности можете озвучить в этом году? Может быть, появились какие-то новые? И на что бы рекомендовали обратить особое внимание абитуриентам сегодня? Ну, я хотел бы что сказать. Во-первых, у нас не было ни одного случая, чтобы мы были не заполненные бюджетные места. Таких случаев вообще не было, такого не было. В других вузах это бывает, притом десятками. В прошлом году такой случай был в Айракосе, но в Национальном следственном университете у них был недобор 42 человека. Они не смогли заполниться. Таких у нас не бывает случаев. Особо востребована сейчас фармация, особо востребована сейчас стоматология, педиатрия, это детский врач. Ну и, конечно, врач-лечебник, тот вот, который и хирург, и терапевт, вот эти специальности. Но у нас много факультетов, которые готовят врачей, менеджеров, экономистов, которые готовят медицинских психологов. Со следующего года мы вновь восстановили, будем принимать на факультет сестринского образования. То есть готовят специалиста с высшим сестринским образованием. Жизнь показывает, что это делать надо, и необходимость такая есть в этом. Ведь сейчас вот в крупных лечебных учреждениях все главные медицинские сестры, они имеют высшее образование. Вот Нина Николаевна Косовая, президент Ассоциации наших медицинских сестер, она была депутатом Губернской думы. У нее с ней разговоры, она каждый раз говорит, Геннадий Петрович, спасибо. Она как бы на много лет работала обычной сестрой, потом получила высшее образование уже в зрелом возрасте. И вот она с высшим образованием является президентом. И она прекрасный организатор. Она любит свою профессию. А качество, кстати, лечения больных, что мы, когда говорим о качестве выпускника, мы должны понимать, что качество зависит не только от врача, но и от медицинской сестры. Как мы в целом все это организуем, от всей системы в целом. Мы чаще, когда говорим о качестве лечения, говорим о враче, забывая о медицинской сестре. Роль медицинской сестры ни в коем случае принижать нельзя. Нельзя ни в коем случае. Поэтому вот таким вот образом. Готовиться, значит, готовиться, конечно, надо в медицинский университет и конкурс больше, я сказал, и готовиться к этому надо. Есть у нас и специальные курсы, есть и репетиторство, есть все то, что необходимо, и есть всякие публикации по подготовке, по химии, по биологии. У вас очень хороший информативный сайт. Можно туда зайти и вообще посмотреть, окунуться в жизнь университета и науки, и уже представить себя в роли будущего студента. Я сам недавно посмотрел наш сайт, вот сам, вот так скажу, нейтрально. Я получил большое удовлетворение, контролирую эту работу проректор Федорин Татьяна Александровна, вот этого сайта. И хочу сказать, что он действительно современен. Это очень важно для студентов. Вот только случилось событие вот сегодня, там уже на сайте все это есть. Геннадий Петрович, хотелось бы еще немножечко вернуться к науке. Расскажите, пожалуйста, какие новые современные технологии сегодня используются и в обучении, ну и, конечно, в клиниках медуниверситета? Ну, если говорить о науке, я хочу сказать, что в первую очередь об обучении. Я уже вот сказал, что вот симуляционный центр, вот там и все новейшие достижения науки, они используются. Вот эти все роботы, все манипуляторы с удовольствием занимаются. У нас очень мощное студенческое научное общество. Его возглавляет Артем Сергеев, теперь он аспирант. Очень мощное. Мы провели, ежегодно проводим сессию студенческого научного общества, публикуем все доклады. В этих сессиях или конференциях участвуют школьники старших классов, и я их приглашаю к этому, потому что они как бы вот проверяют себя, умение сказать, умение выступить. У них отдельный конкурс, мы их тоже награждаем в результате, это очень здорово. Ну и в кружках у нас, работает в кружках на кафедрах не менее трети студентов, даже больше, ближе к 40%, 42%, вот так можно назвать. Это очень тоже хороший показатель. Совсем не обязательно, что они потом будут все научными работниками, совершенно не обязательно. Но они, занимаясь на кафедре, приобретают опыт мыслить, сравнивать, анализировать, писать, выступать перед аудиторией. Это очень хороший опыт. Это очень хороший такой опыт, коммуникабельность, конечно. У нас есть сюжет на эту тему, давайте его вместе посмотрим. Пожалуйста, да, с удовольствием. Студенческая наука и медицина 21 века. Традиции, инновации и приоритеты. Десятая Всероссийская научно-практическая конференция, она же 84-я итоговая, прошла с 12 по 14 апреля в стенах нашего вуза. Казань, Октабе, Одесса, Уфа, Москва, Архангельск, Крым, Оренбург, Красноярск. Очереди на регистрацию для участия, два с лишним десятка секций. Масштабы мероприятия действительно впечатляют. Как и уровень докладов. В университете выходной. Занятий нет, все здесь. Для наших студентов подобные события не просто рядовое мероприятие, а праздник молодежной науки. Принять участие в котором – большая честь. Наши студенты действительно увлечены наукой. В студенческом научном обществе около половины всех учащихся. Сегодня в этих аудиториях выступают и совсем новички, и те, кого уже с полным правом можно причислить к молодым ученым. Доклады охватили практически все направления современной медицины. И на каждом полный зал. Вне сомнений, науке студенческой, а впоследствии и взрослой – быть. Геннадий Петрович, как сказала моя коллега, науке – быть. Быть. Так вот, какова научная деятельность вуза, и что нового интересного в этом направлении? Я хочу сказать, что наука – это вот та из трех составляющих, что я говорил – учить, лечить и заниматься наукой. Наиболее интересно, наиболее творческое. Потому что не может быть работник вуза, преподаватель, человек, не занимающийся наукой. Если он не занимается наукой, значит, он и преподаватель вот такой, скажем, будет посредственной, средней, может быть, не более того. Наука. Мы в вузе в настоящее время, как и во всем мире сейчас, это IT-технологии, это биотехнологии. Вот у нас был ЦНИЛ, когда Центральная научно-сельская лаборатория, а теперь это Институт биотехнологии, экспериментальной медицины и биотехнологии. Это суперсовременное здание. Оно построено, вернее, не построено, а отремонтировано с последними требованиями в соответствии со всеми ГОСТами новыми. Асептика, антисептика, супероперационная, получение клеток. Мы сейчас работаем в направлении получения, в том числе и вот модное направление, к которому сейчас говорят, это клетки, которые регенерируют и которые, ну, называют так попросту, как же их называют, вот даже крем, крем сейчас такой есть. Они, понимаете, это мы вывели на научный этот уровень. То есть эти клетки мы выращиваем, мы клетки за ними следим. Сейчас совместно с немецкими учеными, там работает один наш бывший гражданин Российской Федерации, он 28 лет в Германии, он подарил нам лабораторию. И скоро она заработает, и мы будем делать там из биологических тканей, ушные раковины, допустим, понимаете, там клапана сердца, не металл, не классика. Вы сейчас говорите о ВУЗе, Геннадий Петрович. Я говорю, да, ВУЗе вот в этой вот лаборатории. Я уже сказал, что мы построили центр прорывных исследований. Это IT-технология, это суперсовременное диагностическое и лечебное оборудование. Технопарк. Там, где можно получить первую экспериментальную модель, опытный экземпляр, который потом запускать надо будет, допустим, как серийный образец. И мы сумели вот в этих трех направлениях свести усилия. Кафедр клинических, допустим, хирургии, кафедр теоретических, допустим, физиологии, или, допустим, оперативной хирургии, которые вместе, совместно вырабатывают новые подходы, новые мысли реализуют и так дальше. И учитывая, что у нас имеется кластер, мы вот и в самом быстром образом пытаемся запустить это, скажем, вот в серию. Поэтому по науке у нас много аспирантов. У нас защищается 6 диссертационных советов. Это сейчас, ну, во всех ВУЗах их сократили почти на 40%. У нас, как было 6, мы все 6 сохранили. Елизавета Петрович, а сколько сейчас учат студентов? У нас студентов сейчас учат 6700 человек. Для медицинского ВУЗа это очень крупный ВУЗ. То есть уже больше расти вот нашему ВУЗу экстенсивно, уже больше нельзя и не надо. Мы потеряем самое главное, мы потеряем качество. Елизавета Петрович, ну вот медленно, верно, так быстро полетело наше время. У нас еще есть с вами 3 минуты до конца разговоров. Все-таки хотелось бы, и наша программа сегодня посвящена Татьяниному дню, вот все-таки дню студента. Чем интересуются сегодня ваши студенты, современные студенты? Я скажу, что современные студенты стали вот другими, которые в том плане, что они стали более замотивированно учиться. Вот вы как ректор, видите, разницу хотя бы 5 лет, Геннадий Петрович? Конечно, конечно. 5-7 лет, и уже идет другой студент. Это другие люди. Да, они в другой социальной сфере живут, они живут и в другом государстве, но самое главное, они хотят стать специалистами, они к этому стремятся. Вот мы выделили сейчас среди студентов 50 топ-студентов. Это лучшие студенты. Поощряйте. Которые, да, мы даем зеленую улицу, аспирантура, стажировки наши в Москве, в Санкт-Петербурге, за рубежом. Для этого просто нужно хорошо учиться? Совершенно верно. В прошлом году у нас 200 студентов выезжало за границу, за границей командировки. Практика, симпозиумы, конгрессы, мы это делаем все, потому что у студента должен появиться вот этот вот интерес. И студенты, очень у нас талантливые студенты, они хорошо учатся, они занимают спортом. Но у вас культурная жизнь очень насыщена. Культурная жизнь очень насыщена. КВН, у нас вот был вечер первокурсников, вы знаете, я был на этот вечер, я хожу много, десятилетий на эти вечера, я был просто потрясен. Это очень здорово. Сценарий, тысячу человек в зале, без единой периода, 2 часа 10 минут, супер концерт был. Но хочу и самое главное сказать, студенты стали более культурными. Вот вы если обратили внимание, у нас в ВУЗе везде очень чисто. Ведь все студенты при входе в любое вузовское здание везде перебываются. Потому что, ну, можно понимать, вот при такой погоде на улице, можно все превратить в грязь, вот, ну, в плохой сталь. Все перебываются во всех зданиях. Не курят нигде. Кстати, приказ о запрещении курения я издал 19 лет тому назад. Вот я стал ректором, он сразу дал этот приказ. И мы вывели это курить, запретить я не могу. Запретить курить я не могу приказом. Но курить в этих социально отведенных местах, пожалуйста. Хорошие студенты, мы им радуемся. Два главных человека в ВУЗе, это студенты и преподаватели. Хорошие преподаватели, хороший студент, все будет нормально. Геннадий Петрович, ну, поздравьте, как ректор, самому, как председатель Совета ректоров. Я хочу сделать это от души. И в Искорле хочу поздравить всех студентов теперешних, всех бывших студентов, всех преподавателей высших учебных заведений с этим замечательным праздником, Днем студента, Татьяниным Днем. Пожелать всем здоровья, естественно, успехов, счастья, чтобы все у вас было в жизни хорошо, дорогие друзья. И все в жизни нашего государства, нашего региона было замечательно. С праздником! Спасибо вам большое, Геннадий Петрович, за участие в программе. Спасибо за все эти новости, с которыми пришли поделиться. Удачи, успехов и, самое главное, здоровья. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс» с праздником, дорогие студенты. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»